Молдфутбол.ком Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны Все бы хорошо, все идет, казалось бы, по намеченному плану, но вот ошибку Стас Номашко я не пойму Вот если бы такое произошло в официальном матче, тогда что? Ну что ж, мы возвращаемся снова к теме прецизионных сборов Возвращаемся снова в Турцию, там, где, опять-таки, напомню, наша медиагруппа побывала на протяжении 18 дней И следила за тем, как играют молдавские команды, как проводят свои тренировочные занятия, и не только Теперь о матче между Кишневской дачей и Московским Динамо Да-да, в котором играет тот самый Александр Япуриан Мы его там тоже видели, давайте смотреть Минут за 15 до отъезда дачи из гостиницы «Риксос» на матч с Московским Динамо происходит ЧП Один из автобусов случайно задевает припаркованную там машину Сотрудники отеля виновника находят тут же Да это и не составило труда сделать Вот он, лихорадочно, кому-то уже звонит Прямо как у нас А потом уже к поискам пострадавшей стороны Где она, пока что неизвестно Игроки же дачи отправляются на очередную игру И это снова в Белеке, ведь именно там, тремя днями ранее, волки проводили свой первый матч в Турции против «Спартака» Его можно смело заносить в перечень своих среди чужих В Динамо он сегодня на хорошем счету И на него уповает и в следующем сезоне, как на игрока основного состава В новом сезоне будет игроком основного состава? Нормально Все зависит от него Но до настоящего момента Очень хорошо работает И думаю, что нормально будет Самый звездный игрок Динамо Кевин Курани Затевает перепасовку с Дуимовичем и Габоловым Дуимович периодически показывает своим партнерам по команде Да и нам, что он еще умеет делать с мячом Перепасовка вратарей Шунина и Габолову проходит молча Хороший приятель за пределами поля, но конкуренты за место в основном составе Тут уж не до разговоров Так что получилось, что в иронии судьбы этот мяч оказался у меня Потому что пас Антона Шунина был немного неудобен для своего партнера по команде Владимира Габулова Так что мы пока пытаемся просматривать Что это за мячи И что самое интересное На каждом мяче указано бок ФД Динамо Именно, понимаете ли Так что украсть его не представляется возможным Ну что ж, вернем мяч На, Вовка, поиграй Матч хоть и товарищеский, но заинтересованных людей много Агенты, тренеры, будущие соперники Тренер бухарестского Динамо Иоанн Антонио о молдавских командах знает не понаслышке Летом прошлого года его подопечные уже противостояли Олимпии в Лиге Европы Иоанн Антонио, начинь ответить Я же ему сказал, значит, что ты работаешь А, работаешь Сегодня без поддержки динамовцы не остаются Вот они, самые старые фанаты Динамо Некоторые из них имеют уже 30-летний стаж боления А выезжать на выездные матчи своей команды в порядке вещей Скажите, а вы из Москвы специально к этому матчу прилетели? Да Или просто вы здесь отдыхали и уже... Нет, мы на проще Серьезно? Да Так это затратно или нет? Или для вас не проблема? Для нас это не бюджетно Ага, понятно А останется до конца сбора с Динамо? До последней игры 29-го Последняя игра и 29-го ночью мы улетаем Ага, ага Понятно Что ожидаете в сегодняшней игре? Ничего Почему? Команда только второй-третий день на сборе Что от нее можно ожидать? Ну, по крайней мере, какие-то связи Они еще даже бегать не начали Когда речь идет о московском «Спартаке», то в глазах наших собеседников доводится видеть не то, что злость, а явную непримиримость Достается всем, и Валерию Карпину тоже А вы в курсе, что удачу сыграло ничью со «Спартаком» на сборе? Ну, это плохо, конечно Плохо для кого? Для вас? Нет, надо было просто громить свиней и все 5-0 вместе с «Крапиным» с блондинкой Такая ненусть, да? Да, мы ненавидим Другое дело Игорь Добровольский Его до сих пор считает легенда «Динамовцев» А о молдавской команде что-то слышали? Нет Добровольский что-то тренировали? Да, только Добровольский что-то и все, туда шли поздоровались с Игорем и все А что-то самое интересное, Добровольский играл в «Динамо» долгое время, для него эта команда такая знаковая Кумир Добровольский? Варвар Киряков Атлан Шишханов пока немного отстранен, говорит, что специально прилетел на игру дачи, а на повестке дня такое понятие как дух команды Я в первую очередь преследую одну цель, я хочу, чтобы они немного, может быть, пропитались каким-то духом, который есть у меня, чтобы они просто поняли, для меня все равно какая команда против нас играет Если они будут играть, выходя на поле, будут играть с пониманием того, что они могут победить, то мне просто больше не придется извиняться, как после шерифа тренирования По сравнению с матчем со «Спартаком» Игорь Добровольский производит две замены Вместо Холлинса на поле выходит Эрик Саки, а вместо воротах занимает Геннадий Мошняга Евгений Матюгин уже знает, что сегодня он не сыграет и наматывает круги вокруг поля Еще знакомые лица, российские арбитры, которые обслуживали первый матч дачи против «Спартака» Господин арбитр, а вы уже судили матчи дачи, да? Да Сложно было? Нет Со «Спартаком» не сложно, да? Есть такие команды, которые сложно Ну да, играющая команда, все сложно Играющая, да? Спасибо вам Пожалуйста Высоченный Давид Камезердашвили переигрывает звездного Курани Грузинский риганер как будто на один шаг впереди немецкого нападающего После нескольких проигранных единоборств Курани, видим на нервах, стелится в подкатах, нанеся повреждение центральному защитнику Удача идет комбинационная игра И первый момент создает именно она Тот же Камезердашвили пробивает головой, но это еще не гол Шунин своим сейвом отменяет гол дачи Уже в следующем эпизоде отменно играет Геннадий Мошняга, не позволяя забить Курани Все же самый опасный момент первого тайма принадлежит также даче Максим Михалев упускает возможность записать себе в севи забитый мяч из Динамо, только штанга Свой второй матч на предсезонном сборе в Турции молдавская команда проводит в Белике Если до этого мы видели по периметру стадиона растущие на ветках апельсины и мандарины То сегодня природа больше похожа на нашу молдавскую Посмотрите, вам это не кажется? Так что в этих условиях, когда и природа за нас, судя по всему, молдавской команде придется легче Так что давайте посмотрим, узнаем, как это будет на деле Природа природой, но и она не является панацеей Божевич меняет весь состав, сразу же после перерыва добровольские сделают почти то же самое через несколько минут Сразу 8 игроков выходят на замену Почему сделали моментально практически 9 или 8 замен? Потому что люди уже наелись, все-таки они тренируются по два раза в день И тем более такие матчи, как Спартак и Динамо, ну это тяжело Один из них и находящийся на просмотре российский легионер Александр Нечаев Гроссмейстерская передача Геннадзе Орубу плюс позиционная ошибка защитников И нападающий пробивает галки пресборной России Четвертьчасового отдыха И вот сейчас опасный момент у ворот московского Динамо И заканчивается он тем, что мяч влетает в ворота Владимира Габулова Ну честно, я думаю, что игра была ничейная То, что где-то мы, может, морально волевых, особенно в конце, отоборонялись Гол Нечаева, это уже подписанный контракт с ним? Нет у нас таких условий, представьте Это была содержательная игра, это был очень нужный результат Это было то, чего ожидают молдавские болельщики Ну что ж, теперь, собственно, переходим к теме Кишневского Зимбру Зубры проводили свой очередной матч в Анталии против Таврии и Симферополя Феерили там, как обычно А Гочи Александр Дедов Сборная Турции, Московский Спартак, Немецкий Штутгарт и Кишневский Зимбру Казалось бы, что эти клубы мало что объединяет А нет, одно из самых звездных стадионных кафешек в Турции находится вот здесь В Турции, что не стадион, то достопримечательность Вот, например, кафе при стадионе, где сегодня будет сыгран матч между Зимбру и Таврии Симферополя Это удивительное место, где можно найти множество футболок Представители команд которых играли именно на этом поле Среди которых и сборные Турции, и команда Штутгарт, ну и другие известные клубы Кстати, Спартак Московский тоже здесь бывал и тоже здесь проводил свои матчи Ну и они в качестве сувенира оставляют по своей футболке с автографами Я предлагаю войти вовнутрь и посмотреть, что-то нас ожидает И все эти команды играли на этом газоне Каждый, правда, в свое время Тем более, примечательно, что и Зимбру от стадостных команд далеко не ушел По крайней мере, по такому показателю, как предсезонный сбор Очередной матч Зимбру в Турции ожидался с интересом После победы над Спартаком и Знальчика игра должна была дать ответ на один из главных вопросов Была ли закономерно победа над российским клубом Забегая вперед, то дадим должное Зимбру, который, возможно, не так свежо провел матч, как со Спартаком Но в плане организации игры Зимбру уже выглядит удейспособно И это даже с учетом того, что на просмотре находятся несколько потенциальных новичков Самый известный – ветеран Сергей Кузнецов С опытом он неплохо сыграл Он долго не играл после травмы Это его первая игра, первый тайм только И неплохо он сыграл Из этих новичков, которые сегодня 20-й номер Бороджинов Откуда? В Болгарии он В Болгарии он? Да В какую команду выступал? Он играл за Варну, они вылетели Мы его участвуем в первой лиге болгарского чемпионата В лидерах идет Не подписали ли его? Нет, он только вчера приехал И второй нападающий А как оцените игру Болгарина? Он, видно, что игрок можно еще просматривать Неплохой Мне лично он понравился Посмотрим еще у нас 4 игры А вот второй нападающий не произвел никого Он тоже болгарин Орлина его фамилия Играл в ССК Софийском Но видно, что, не знаю, у него хватит желания Как будто лет 10 уже в команде Таврия команда силовая Обладая физически сильными футболистами Чаще всего защитники длинными передачами Стараются выводить бывшего игрока киевского Динамо Лаки и Дахора на ударную позицию В силовой игре зубры противопоставляют Ковенционную манеру Кое-кишневцы давненько не радовали почитателей В центре внимания в эти минуты Ветеран Шишкин И принять, и отдать, и обвести Это все еще при нем Плюс есть ощущение, что в этом межсезоне Олег успел набрать неплохую физическую форму Находящийся пока еще на просмотре Африканский легионер Агочи Игрок не самый техничный Иногда мяч от его ноги неоправдно отскакивает Но вот цепляться, продавливать оборону Это его стихия Александра Дедов идеально навешивает на Агочи Африканец готов снова повторить свой ритуал Игра хоть и товарищеская, но уже нервная Расположенный по периметру поле ассистента Главного тренера Зимбру, Эрик Акока, Игорь Негреску Каждый эпизод пропускает словно через себя Еще пытаясь нащупать свою игру Не обходится и без ошибок В оборонительных действиях столичной команды Зимбру получается комбинационная игра Но иногда появляются пробелы в защите Есть понимание с защитниками у тебя? Вы видите, сейчас у нас в защите новые игроки Ну все равно, есть уже понимание Какое-то понимание есть между нами Я думаю, в дальнейшем сработаем все даже очень хорошо Одной из которых на исходе первого тайма Воспользовались украинцы Позиционную ошибку допускают центральные защитники Забыву нападающим соперника Мог снять тот мяч, как тебе кажется? Ну, в эти там сложно Там как-то он остановил Я думаю, что В протяжении всего матча я думал И надо было все-таки выходить в него А не просто стоять на месте Как и в некоторых моментах выходил и не стоял на месте Как ты его ударил, не важно У меня же потом, что сказка Спыра называли 50 лет назад Ужди его на противоходе, все А ты подстраивайся, защитники ездят И момент такой Дают тебе передачу Скачай, пробей, строчки в точку А ты опять в фланг Бежи, мяки Обычно это происходит в раздевалке Поскольку матч неофициальный, да и погода Хорошие наставники разбор полетов проводят на свежем воздухе Произведены очередные замены Но характер игры это не меняет Лихое начало второго тайма В котором Зимбру не используют выхода один на один Опасная ситуация у ворот Таврии Удар нанесен У Таврии сегодня неожиданно мало футболистов в запасе Всего трое Позже узнаем, что в этот же день в 17 часов Таврия проводит еще один контрольный матч Видимо уже другим составом Забить ни тем, ни другим уже не суждено А Николай Каланчо вообще играет отменно и очень уверенно Часто напоминая себя же Периоды славы и всеобщего признания Снимает буквально все Соперник Зимбру по второму матчу В рамках предсезонного сбора в Турции Является команда, которая представляет самую южную Самую теплую часть Украины Таврия Симферополя Однако и эта команда сейчас проводит свои сборы в Турции Ну, наверное, дань моде Все, что едут в Турцию Почему бы и команде из Украины это не сделать Пока что у нас 1-1 За две минуты до завершения противостояния Символично, что последний голевой момент выпускает тоже Зимбру Секрееру и Андроник дарят мяч сопернику Хотя должны были не то, чтобы забивать, а выносить соперника В первом тайме немножко лучше в атаке выходили Из-за обороны в атаку Во втором тайме, когда поменяли половину состава Видно было, что несыгранность еще есть И те игроки, которые на просмотр сегодня были Как скажет после матча Ассистент Игорь Негреску Есть уже четырячка И все верно Победа над Спартаком и нича Ставри Дорога в гостиницу проходит уже без эмоций Все силы отданы матчу А вот следующий поединок Зимбру проведет 23 января Правда, соперник пока не определен Дмитрий Антачану, Андрей Мурджиняну и Анатолий Кику Для сайта moldfootball.com из Турции Понятное дело, молодовские команды на прецезонном сборе в Турции Провели несколько поединков Достаточно много матчей Но, к сожалению, наше время не резиновое И все уместить в наш сегодняшний эфир Мы просто физически не успеваем Не можем Может быть, как в следующей передаче Ну а теперь давайте-ка узнаем о том, с кем Наша коллега Екатерина Бакланова пообщалась В своей традиционной рубрике Модный футбол Ну вот и мы соскучились Новый сезон программы футбол Дмитрий Матачану И, конечно же, рубрика модный футбол Суть рубрики остается прежней Вопросы и гость Ну, смотрите сами Сегодня мой гость Денис Романенко Здравствуйте, Денис Добрый день Руководство Свинтлбергии Предоставило возможности с ней тренироваться Если, как мы договорились, у нас джентльменское соглашение Если будет какой-то вариант за границей То я уеду, как бы, без проблем отпустят А если не будет ничего, то я только в Свинтлберге Даже если у меня будут какие-то предложения из других клубов Просто там очень нормальные, адекватные люди И мы с ними договорились То если не будет, то останусь в команде Чем смогу, тем помогу Все тренера в прошлом футболисты или нет? Нет, конечно Вот яркий пример Маурини Переводчик был В порту Бобби Робсон У того тренера подчеркнул, у другого У него пошло Значит, он хороший там, тактик Тот же Слуцкий Он закончил вообще, по-моему, в 20 лет И травма тяжелая И он почти в футбольной карьере не был у него Ну, хоть он и футболист А Маурини вообще был переводчиком Сейчас лучше тренер нет Но все равно, в основном, все тренера, они бывшие футболисты? Ну, практически, да Ну, люди Если человек прожил, допустим, 20 лет полевым игроком И он уже к футболу, допустим, для него всю жизнь Для меня футбол, ну, как бы считается Это вся жизнь Я тоже связываю свои надежды дальше Если закончу играть с футболом Очень приятно, что зайдя в интернет и введя имя в поисковике Денис Романенко Находишь много статей Очень много статей про тебя И самое главное, что есть википедия Вот, и что я вычитала Это, как, раскрою секрет Это не лучший молодой результат Это седьмой результат в мире за 100 лет До 2000 года был Сейчас в 2008 Даже передавали Мама мне сказала потерение Это уже в 2018 И ваша фамилия фигурирует в такой статистике, да? Да, книга UEFA есть, там все написано Ну, это очень похвально Это 12 матчей, да, где-то? Ну, да, и я не пропустил гол, я получил травму в игре с телегом Так бы, может, все продлилась серия, да Ну, ничего страшного Было все за 100 лет результат А вернемся к твоей футбольной карьере Значит, знаешь, что все начиналось с Зимбру Да, я воспитанник Зимбру Как бы с 7 лет на базе Потом все Детская и юношеская школа взяли в Зимбру 2 И как раз тогда мы попали в такой момент Когда распался Советский Союз Мы все молодые, там у нас была Да, вся молодая команда была Всем по 18 лет было И как раз нас взяли все в Зимбру И начался чемпионат Молдовы первым Стали чемпионами Следующая команда это Динамо Динамо из Дагестана Как вам жилось в таком месте, как Дагестан Военные действия, террористы У меня сразу такая картина нарисовалась Я тебе скажу честно, что по телевизору это очень сильно преувеличивает У меня я жил там 3 года с семьей Практически не было ни одного Был один случай, правда там В каком-то рядом с нами Один случай был там где-то засели якобы террористы Там подогнали военную технику, танки Бронетранспортеры А так спокойно Футболистов очень там любят и уважают Вот к ним относятся как бы С почетом И вот 3 года в Дагестане Что запомнилось больше всего? Запомнилось больше всего Да Запомнилось больше всего один год Когда мы чуть не вышли в премьер-лигу Когда мы выиграли у Кубани уже практически Выходили напрямую в премьер-лигу Нам нужно было два матча выиграть Хотя у нас команда была С одним из самых маленьких бюджетов Но коллектив был дружный И с Кубанью сыграли Выиграли дома 3-2 И нам по каким-то причинам Сделали переигровку в Москве Кубань нас обыграла Мы не вышли Кубань не вышла Вышел Нальчик Вышел Нальчик Да Ну и запомнились перелеты Конечно там перелеты Летаешь Сутками Круглый год Круглый год Приезжаешь еще с выезда не можешь Там если Владивосток Хабаровск Чита Новосибирск Приезжаешь Все 3-4 дня не может идти Там уже Часовые пояса 8 часов разницы Потом вас занесло в Пятигорск Да Тоже первая лига Очень город хороший Осталось Очень-очень хорошие впечатления Остались Город курортный Ну что можно сказать Тоже семью Да Там конечно Это Там более русский город Не то что по прямой Более русский город Казахстан Их Казахстан Их Казахстан не покупают Да Это было Ну это тяжелая команда Как бы Тяжело Там было не хочу рассказывать Это там Это я считаю Вычернутый Потерянное время Да Потерянное время Там ни команда Ни руководство Не понятно Да ладно Не будем зацикливаться И вот он Денис Романенко Вернулся на родину Родину Дача Да Я был в даче Ну Был там Как бы Это Попой Год Приглашал меня Эмил Карас Потом Эмил Поменял Другой тренер Ну Каждый тренер Видит по-своему Игру Видит По-своему Футболистов Как бы При Эмиле Я играл Да При другом тренере Не играл Я У меня нет никаких Обид на него Потому что Каждый тренер Как бы Выбирает себе Футболист Ну Вот В Рапиде Иначе Все было Вы играли Да В Рапиде Была хорошая Хорошая команда У нас была И тренер Был хороший Играли неплохо Были даже Одно время На третьем месте Но там тоже Свои нюансы Начались И как бы Решлось уйти И после Рапида Вот сейчас Вот мы тут сидим Нет После Рапида Я был в Динамо В Азбекистан Вот последний год Да В Азбекистан Там как бы Футбол на очень большом подъеме Даже говорят Вот результаты Сейчас чемпионата Азии Узбекистан Вышел полуфинал Там очень большие деньги Вкладываются Приглашаются Очень хорошие футболисты Там Бунеткор клуб Допустим Там Они для популяризации футбола Ривалда пригласили Скалари Тренер Который приводил Там Сборные Чемпион Чемпионства В мире Да У них очень большие финансы Там Строятся стадионы Вкладываются деньги Почему вратарь Почему не защитник Не нападающий Почему именно вратарь Не знаю почему вратарь Мама моя была против Моя мама Кстати Фанатка футбола Ну Сразу Она знает всех вратарей мира Все Но лучше меня знаю в футболе Наверное Разбирать И она Запрещала мне в ворота Становиться Мне тренер Мой табачок Ставил в ворота Всегда Она посылала папу На базу Говорит Убери его С этих ворот Любая позиция В поле Тут только не в ворот Он Все И не стал Мне Уезжали на турнир Он мне ставил в ворота И так Уже потом Пошло Поехало Начало получаться Уже остался В воротах Мне это нравилось Говорят Вообще Вратари все Они как не адмира Всего Они в команде Немножко Иные Я про себя так не считаю Ну бывает Там друзья Подшучивают Вратари не такие Как все Я дружу Один товарищ Он говорит Дружу С тремя вратарями Они все Не такие Ну я еще не считаю Это не так Ну не белая ворота В команде Нет Вот я например Говорила С Владимиром Цинкером На эту тему Я считаю Что вратарская позиция Она самая Самая сложная В плане Нервных стрессов В плане Нервоза А от тебя Зависит много И когда Команда проигрывает Чаще всего Кто виноват Виноват вратарь Который пропустил И забывают Что там еще Есть люди на поле Да Вратарь Отобьет Пять мячей Один Пропустит Никто не вспомнит Что он пять Мертвых мячей Отбил Вспомнит То что он пропустил Нападающий Пять не забьет Один забьет Команда Один в ноль Выиграет Ваше семейное положение Я женат У меня есть дочка Анастасия Кстати вот когда Родилась Анастасия Вот на следующий день У нас была игра Вот И после этого Как она родилась Вот эта серия Сухая Ага И я не пропускал 1154 минут Как она делась Серьезно В газете Даже была статья Так значит Девочки Сейчас я напрягу Мозг Один Одиннадцать лет Двенадцать Да Да Правильно Она сейчас теннисом Занимается Кстати на базе Зимбру Тоже Очень любит спорт Футбол Разбирается Без проблем Все вне игры Все знает Ходит на игры Отца Гордится Нет Она не ходит На мои игры Потому что Она всегда Очень сильно переживает Она красная Сидит У нее сердце Вот так стучится Они с женой Стоят за воротами Только в конце матча На табло смотрят Потому что ребенок Переживает страшно В Молдавии Когда маленькая была Ее водили Когда мы в Еврокубках Играли И так далее В школе как учился В школе Как учился От выпускных Экзаменов освободили За хорошие Нет Шутка У нас троих У меня И у Митрия Борича Батаря Мы пошли Помог нам Президент федерации И нас Освободили От выпускных Экзаменов Ну спортсмены Елки Турниры Туда-сюда Честно сказать Практически Ну а если бы не освободили Закончил бы школу Или под сомнением Конечно А как же Закончил бы По-любому Кроме футбола Есть у тебя какое-то занятие В плане заработка Дополнительного Бизнес Нет Пока нет Пока футбол Меня кормит И я считаю Что надо Или футболом Заниматься Или бизнесом Заниматься Два дела Нельзя совмещать Ну если останешься Играть в Молдове Ты сам говоришь Зарплата минимальна Все равно нужно Как-то крутиться Потому что не проживешь Ну ничего Будем выходить Из ситуации Как-нибудь Или накопил Успел накопить Да Сейчас Тогда было тяжелее Накопить Как бы Сейчас зарплаты Совсем другие Какая твоя Самая яркая игра Как ты себя проявил Просто По звездному Отбил Ну Я считаю Ну вот по себе Мне очень Как бы Вот Своей игрой Хоть мы и проиграли Но очень запомнился Матч в сборной Португалии Товарищеский матч Мы играли В Португалии Там Только И не только я играл Вся команда играла Мы по-моему 2-0 По-моему Програли Но они там 2 с пенальти Забили Там Судья Но вся команда Играла очень здорово И против таких звезд Как Фигуру И Кошта Приятно было играть И та игра И вправду Мне удалась Вот я считаю Вот так Были многие Другие хорошие игры Запомнились больше Запоминаются Игры Там Куда За сборную Там В Еврокуб Больше конечно Запоминаются Когда полный стадион И тот же Уэмбли Когда мы играли В 80 тысяч Было Это сборная Была Вот так Да Это старый Конечно дрожали У всех сначала Когда на поле Выходишь У всех Когда 80 тысяч Англичан Поют гимн А у них Как раз за день До этого Принцесса Диана Разбилась За день до игры И вот Объявили минуту Молчания И весь стадион Минут вообще Не было слышно Как будто бы Ни одного человека Не было на стадионе Когда еще Играли Гаскоин Первая игра Бекхэма была Сколса Первая игра Да За сборную Кстати знаете Вот первая игра Бекхэма В сборной Англии Проходила у нас В Кишиневе На нашем Республиканском стадионе Да я читала Я в журнале читала Первая игра Бекхэма За сборную Англии Первая игра была Мы играли сначала В Англии А потом в Кишиневе В Англии он играл 100% Вот это его первая игра Как поживает твой друг Юрий Митеров Сейчас я увидел Недавно Вот когда Мы встречались Перед новым годом Встречались И он Пошел на поправку Намного лучше Анализы Дай бог Были хорошие Дай бог ему здоровья Все будет нормально Главное Следить за здоровьем Постоянно Свободное время от футбола Как ты проводишь Друзьями Часто поем Карвок Ну в Карвоке Там садимся Там 100 баллов Любе Современный Конечно Надо постараться В ход жизни Дам баланс Не Ну не настолько Не настолько же Ну примерно Мне уже интересно Мне нравится Нет Вот такая коронная Песня Которая просто Маргарита Леонтьевна Эту песню Я в любом состоянии На 100 баллов Споем Маргарита 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 Ведь ты не забыла Маргарита Пиво наверное любите Да? Любишь? Пиво конечно После игры Я считаю Что можно выпить Бокал два Пива Это наоборот Даже лучше Как наш тренер Говорил один Я бы вам разрешил Выпить Бокал пива Но у вас на пиво Хорошо водка ложится Так что пиво Я вам разрешать Не буду Он говорит Вместо колы Разрешил бы Бокал пива Но у вас на пиво Ложится водка Вообще Молдова Может Молданский футбол Может подняться Если все захотят Если будут Возможно у нас Это возрождение Молданского футбола Я думаю Что у нас Очень хорошие футболисты Надо поднять Просто Инфраструктуру Интерес к чемпионату Чтобы И тогда Вольются Пойдут финансы И Молдова Доказала это В матчах За сборную И в Еврокубках Да? Может где-то больше Легионеров Играют В том же Шерифе Но все равно Это же Молдова Правильно? Закончим На нас Комитливые песни Мечты И пожелаю тебе Денис Продолжать Оставаться Таким же Оптимистом Таким же Бодрым Веселым Хорошим человеком Открытым И будем Радоваться за тебя И болеть Спасибо Спасибо Пока На этом Собственно и все Так что Позвольте Откланяться Ну и встретимся С вами Как обычно В следующий Вторник Тоже здесь То самое интересное О том что происходит В молдавском футболе С уклоном на Информационно-житейскую Составляющую Вы найдете В нашей передаче А для тех Кто только что К нам присоединился Скажу Следующую Эту программу Вы сможете увидеть В интернете Уже завтра На главном футбольном Портале Молдовы Сайте Тройной Тройной дабл Тройной дабл Точка Молдфутбол Точка Кум Всем счастливо И традиционное Болейте за отечный футбол Невзирая ни на что Счастливо Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»